Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Северодвинскую медсестру заметили в области. Во второй горбольнице она помогает жить достойно до последней минуты раковым пациентам. Об этом она подготовила доклад и оказалась в числе лучших из 160 медиков региона. Впрочем, даже в отделении, где лежат обреченные, есть место чуду. Этого пациента не так давно выписали из онкологического отделения. У него рак. Уже неделю он лежит в отделении палеоативной медицинской помощи. Здесь помогают жить достойно до последней минуты больным смертельными заболеваниями. Мама домой везти сына побоялась. Дома надо опыт иметь с ними. Я, например, боюсь ему уколы делать. Все равно здесь окажутся разрушив помощи. Он откликается на каждый зуб. В других отделениях идет выздоровление. Ты радуешься, что человек вылечил, где-то, например, язву. У нас нет этой радости, что человек не выздоровеет. Он не придет домой. Мы не будем рады за него, что он пошел домой, что у него все хорошо. Заболевание остается с ним. Все рано или поздно уже кончится. На днях старшая медсестра этого отделения стала лучшей на областном форуме. В Архангельске обсуждали, как повысить удовлетворенность пациентов качеством медуслуг. Северодвинская медсестра рассказала, как помогает жить достойно до последней минуты. Мой доклад рассматривает две позиции – духовный аспект и волонтерство. Это медицинские сестры с образованием. Они приходят к нам после своей основной работы. У них есть потребность помогать пациентам. Они помогают кормить, ухаживать за ними. Поэтому мы очень рады их помощи. Медсестры здесь делают не только уколы и перевязки. Они учат родственников менять памперсы, кормить и ухаживать за больным. В отделении есть молельная комната. По вторникам здесь собираются пациенты и их родственники. Сюда приходит батюшка с сестрами по всей одними. Он читает службу перед экранами. Желающие родственникам и пациентам могут поставить свечки. В области таких отделений два – в Архангельске и где работает Мария. Сюда она пришла в 2007 году, когда работала на пищеблоке и заканчивала медуниверситет. Стояли 10 коек на базе онкоотделения. Да, когда девочка умерла совсем молодая, 18 лет, я в первый раз плакала. Потому что она как бы у нас на руках. Она была раком болела? Угу. Угу, 18 лет была девочка. С этого года хоспис стал целым отделением. И даже здесь есть место чуду. У двух пациентов смертельные диагнозы не подтвердились. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.